Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодняшнее видео – продолжение моей рубрики «Ответы на вопросы», на ваши вопросы. В первую очередь, это будет интересно моим старым, постоянным зрителям, но о новом, я думаю, тоже, потому что темы, которые я сегодня буду освещать, важны и для каждого человека, и если не в данный момент, то могут быть важны в недалёком будущем. То есть, это всё касается здоровья и миллионов людей. Ну, поэтому смотрите внимательно, я советую смотреть полностью. Это видео будет не короткое, а длинное, относительно, конечно, потому что вопросов много, за последний месяц-полтора вычленены самые интересные и важные. Это пять страниц текста, я сделал кое-какие себе пометочки, ну и, в общем-то, не теряя время, давайте начнём. А темы, кстати, будут не только по здоровью, но и на логику, аналитику, на человеческую дурь. Я кое-что сегодня об этом скажу, предупреждаю сразу ранимых душ, что можете тогда не смотреть, если вы грубости мои боитесь. А мои грубости, они будут обязательно, потому что они просто не могут быть. Почему? Разумные люди поймут сразу. Ну и вот, собственно, тем будет много, помимо здоровья сразу скажу. Общественно такие, даже я бы сказал политически, относительно то, что происходит. Вот мне написали тут из Испании, из Польши одно письмо. Но это тоже, я сейчас вам кое-что интересное скажу на эту тему, разберём, да? В общем, пять страничек, начинаю, не теряем время. Я зачитываю и отвечаю, как всегда. Пишет Артём Игоревич. Добрый день, Юрий Андреевич, спасибо вам за труд. Посмотрел очень много ваших видео. Мне 37 лет. Зовут Седов Артём Игоревич. Краснодар, объясните три противоречия в ваших видео. Вроде бы как они есть. У меня никогда нет видеопротиворечий, но люди до сих пор ищут, некоторые видят. Причём, ну ладно, есть неадекватные люди, которые совершенно, это вообще ни один разумный человек не скажет, что это противоречия. Здесь же вроде бы кажущиеся есть. Ну давайте разберём. В этом видео, не помню в каком, вы говорите о вреде фруктов и фактор ожирения. Ну это мои последние видео про инсулин, там инсулинорезистентность, там глюкозу и так далее. А в другом видео вы говорите о правильном идеальном питании на монофрукторианстве. Или просто фрукторианстве. Ну сразу скажу, давайте так. Вы хоть посмотрите на даты видео, когда я говорил про фрукторианство и в связи с чем. А потом пропустите несколько лет и посмотрите моё видео, почему мы не можем питаться только плодами. В этом видео я объясняю, что несмотря на то, что человеческое, естественное, адекватное видовое питание действительно это плоды и фрукты в том числе, хотя я, например, всегда ел больше овощей и зелени, чем фруктов, и это мои старые зрители могут в моих прошлых видео видеть, да, даже десятилетней давности, где я об этом рассказываю. Тем не менее, что изменилось у нас в природе, в обществе, в быту, какие факторы привели к тому, что есть проблемы. В том числе проблемы, например, с синдромом дырявого кишечника, но мы этого коснёмся, поэтому я сейчас говорить не буду. И в частности, в моём видео, почему мы не можем питаться только плодами, я поясняю эти факторы. Что несмотря на то, что да, это видовое питание, но почему в наши дни это практически невозможно, по крайней мере, не всем людям, какие есть причины, которые являются объективными, которые не позволяют всем людям, а только части людей, переходить на живое видовое питание и именно фруктами. Но есть ещё одна проблема. Люди мало двигаются. Люди могут двигаться мало, а есть только фрукты. Что будет? Тогда будет ожирение, тогда будет больная печень, и многие вытекающие из этого другие проблемы. Так что противоречия здесь нет никаких. Второй пункт. Часто вы говорите о вреде для суставов помидор, ну, томатов, да, и других послёных, а сами выращиваете, а значит и едите помидоры. Абсолютно это ничего не значит, вот это логика. А может я для продажи выращиваю, а может для селекции, как картошку, например, и 30 сортов редких, там которым по 300 лет, 400 из Франции выписывали, покупали. Для чего? Для селекции, для просто, так сказать, интереса. Ну, есть же и такие факторы. Потом, к тому же, раньше-то я ел помидоры, но, например, какое-то время, год там не ел, сейчас, например, ем мало, но потому, что у меня нет каких-то явных, серьёзных воспалительных процессов, а я говорю как, что у людей, у кого уже есть какие-то воспалительные процессы, а если есть доброкачественные, не дай бог злокачественные опухоли, аутоиммунные заболевания, то тогда категорически нельзя есть продукты, содержащие лектины. Лектины – это такие белки, которые вызывают воспаление, и больше всего их действительно именно в послёновых. Поэтому в моём, например, видео «Синдром раздражённого или перфорированного кишечника», я об этом как раз подробно рассказываю, и не только там. Но главное, вот это меня поражает логика. А значит, вы идите, коль выращиваете, ну надо же. Дальше в скобках. Обещали вы видео о том, как сами питаетесь, очень жду. Значит, да, многие мне об этом пишут, я скажу так. Вот буквально достраивается, вот сегодня окна начинают вставлять, большие, метра на два, такие из оптиквайта, в зимний сад. И когда этот процесс будет завершён, потом там нужно будет сделать линии из нержавейки, гофрированной, тёплых полов, значит, кое-какие рокировки с почвой в грядках, плитку положить, ну стяжку сделать, финишную, плитку положить. Всё это займёт месяца два, на самом деле, к сожалению. Поэтому где-нибудь там зимой, либо ранней весной, я начну снимать, там ещё надо подготовить, сделать такую стойку, красивую для съёмки, ну интернет уже проведён, каменную, на которой я буду как раз всё ставить, готовить, показывать, там от салатов, причём брать, и пойду сорву зелень, какие-то овощи, фрукты, или там не важно что, другие продукты, и буду вот показывать, как всё это делается, зачем, почему, комментировать, и заодно рассказывать, и как питаюсь я, и как питался, какие-то может изменения произошли, нет, к чему я иду, что правильно, что неправильно, это очень интересная будет рубрика, я думаю, очень популярная, так как я уже понял, что есть вредно, а что есть, вы, конечно, говорите, но мало, в общих чертах, не совсем так, вот, например, видео очищения голодания, в конце видео я привожу список продуктов, которые тогда можно есть, вот по всем этим признакам, о которых я говорю, да, и, например, видео про кетопитание, кетопитание, веганская кетодиета, это диета, так вот там я как раз рассказываю подробно, например, что и как есть, какие салаты в идеале и так далее, а хочется прям рецепты блюд, но будут, у меня есть опыт, в 23 года появилась седина, напоминаю, сейчас 37 лет человеку, но я ее поборол с зелеными коктейлями, произошло уменьшение седины за две недели, да, действительно, сейчас произвожу и пью еще Витграсс, а у вас такие суперфуды на сайте, и у вас седина, конечно возраст, какой возраст, и дело вообще тут не в возрасте, и дальше человек пишет, может сделайте видео про седину, я вот, к сожалению, констатирую факт, что вы просто мои видео не смотрите или почти не смотрите, и если бы вы не ленились хотя бы, то вы в ютубе могли бы набрать, например, фролов пробел, седина, или там другая тема, и вы бы увидели, что у меня есть, была давно тема, седина, видео я снял на эту тему и объяснил, и даже более того, там сказал, да, у меня есть седина, я знаю, как избавиться от седины, вот у вас получилось уже частично, всего за две недели, поэтому зрители другие, имейте ввиду, да, человек вот сам пишет мне вроде бы такую корректно претензию, но сам, кстати, пишет, что да, действительно это работает, так вот, в этом видео я объяснил полностью, подробно, досконально, как гарантированно, на 100%, если человек лениться не будет и будет выполнять эти условия, он поборет свою седину, у него будет опять естественный цвет волос, там, бороды, неважно, и я там сказал, что я, например, ленюсь, у меня времени нет, чтобы даже нужные витамины порой принять, жена не даст, так я и не выпью, то есть, понимаете, вы не представляете, в каком темпе я живу и работаю, вы не представляете, сколькими делами я занимаюсь с утра до ночи, люди, которые знают меня по каким-то определенным видам деятельности, ну, близко, да, скажем, они поражаются, но они не знают даже части, поэтому вот не надо судить, да, я думаю, что седина это показатель отсутствия микро-макроэлементов, витамина в организме, а возраст важный фактор, но не решающий, я прав, правы, правы, и вот там я объяснил все факторы конкретные, конкретно, каких минералов не хватает, там я пояснил, что, например, это проблемы с дефицитом меди в организме, там, ну, и так далее, следующее письмо Светлана Шакирова пишет на моё видео про кофе, очень интересное видео, где я полностью доказал, что кофе вредно, почему, причём любое, да, если оно жарко проходит, кофейные зёрна, то акриламид и другие прелести там синтезируются достаточно в больших количествах, канцерогены разные, и так далее, ну, в общем, короче говоря, всё объяснил, вот пишет женщина, посмотрев, я вот не знаю, посмотрела она или просто протест пишет, во всём должна быть мера, это что за дешёвое самоуспокоение, и отмазка, или какая-то это недостойно разумность, в чём во всём мера, вот я ей отвечаю, а в разуме тоже, в разуме тоже должна быть мера, есть и вещи, если человек разумный, с которыми он не должен вступать в какой-то компромисс и дёшево себя самоуспокаивать, вот, кстати, про это тут будут ещё письма, и не одно, и мои комментарии к ним, Яна Ремес пишет, Юрий Андреевич, извините, что не по теме, вот очень важно, живём в Испании, и здесь всё идёт к массовой вакцинации населения в обязательном порядке от коронавируса, даже в сентябре вышла поправка в законе, что если органы здравоохранения сочтут необходимыми определённые меры для сохранения здоровья в обществе, то они вправе ограничить или вообще лишить основных прав, ну, людей, народ, это немыслимо, это значит, что не будет никакого шанса на то, чтобы как-то защитить себя, своих детей, если вы не привиты, вы как биологический террорист для общества, мол, будете, с вами вообще могут делать, что захотят, и это очень пугает, вы до сих пор думаете, что прививать в обязательном порядке никого не будут, спасибо за всё, ну, я вот, так сказать, полагаю, что у нас в стране, ну, в России, да, прививать насильно всё-таки никого не будут, ну, жизнь покажет, я так считаю, вот, если будут, то я буду этому всячески противостоять, насколько смогу, с моей стороны, если вы меня спросите, потому что я знаю, что претензии людям не предъявляют разные, с разных сторон, в том числе некоторые, вот, по поводу того, что я про маски там сказал в видео, в последнем, о иммунитете, хотя это только идиоты могут мне претензии предъявить, причём, ну, такие предъявляют, я просто поражаюсь, ладно бы аргумент был разумный какой-то, нет их, ну, хорошо, но дело-то в другом, вот я открыто, конкретно заявляю, если вы спросите, будем ли мы, то есть моя семья, я там, да, делать, вот скажем, в частности я, прививки от коронавируса, я не буду, если будут, скажем, это заставлять насильно, ну, да это не будет, ну, предположим, как бы я вам посоветовал сделать, вот так скажу, ну, заплатите кому-то, что вы якобы сделали, понимая, что это, так сказать, незаконно и так далее, но и эти требования незаконные, хотя, конечно, в ранг закона их могут вполне ввести, но по совести это противозаконно, конечно же, безусловно, и кстати, на эти темы вообще, на более глубинные, что происходит в Европе, ну, у нас тоже, в меньшей степени, потому что все начинается оттуда, это как раз вот эта вся политкорректность, там и так далее, у меня есть такое видео, диктатура политкорректности, посмотрите это видео непременно, кстати, я сейчас работаю, ну, давно уже начал писать статью, но забросил, честно скажу, называется растление, это как продолжение этой темы, очень сильное видео, жаль, что его, наверное, посмотрит малое количество людей, очень жаль, хотя труд огромный, я затрачу на него, а давайте в этой связи, я пролистну из третьей странички, просто подобное зачитаю, ну, чтобы как бы уже тему эту закончить, пишет, лимит, лик, что-то там такое, по-английски, значит, Юрий Андреевич, я сейчас в Польше живу, у нас 20 октября, приняли закон о принудительной вакцинации, кстати, мне, по-моему, такое писали из Черногории, я могу ошибаться, но вот, пишут, с Польши уже приняли, применяя силы к человеку, лечение пациента без согласия, если у тебя подозрение на ковид, вместе с этим был принят закон о запрете абортов, вот, кстати, посмотрите, какая интересная связка, и к чему, человек сам об этом, совершенно справедливо пишет, этот закон был специально принят, чтобы, а закон-то правильный, против абортов, против узаконенного убийства людей, детей, так вот, этот закон был специально принят, чтобы отвернуть общественное внимание о законе о вакцинации, во всех меди показывают, как стройкуют женщины, я не знаю, что такое стройкуют, но о своих правах, ну, понятно, то есть, вот пишут, видимо, там и так далее, о законе о вакцинации никто не вспоминает, как будто этого и нет, но это очень хороший такой пример, вот этого беструктурного управления, метод, при котором переводят внимание общества, с одной, более, может быть, важной проблемы в данный момент, на другую, ну, или, по крайней мере, равнозначной, да, проблемы, действительно, и поскольку общество западное, уже взросшено на феминизме, на толерантности, на живи для себя, и бери от жизни все, то, естественно, это вызвало общественный мощнейший резонанс, так вот, люди на улицах опять страйкуют, о чести женщин, не понимая, что надо бороться сейчас, вообще о правах человека, что делать, ссылка на польском, но может перевести гугл, ну, прислал человек ссылку, ну, я скажу так, потому что мне сейчас, может быть, кто-то там напишет, и такие найдутся, что женщина сама в праве решать, рожать ей или нет, какая вы молодец, ну, только поставьте вопрос тогда по-другому, женщина в праве сама, скажите вы, решать, убивать своего ребенка или нет, ну, а успокаивать себя дешево вы можете тем, что это, мол, еще не ребенок, правда, что ли, а клетки делятся, а функционируют органы, сердце бьется, а ребенок переворачивается, реагирует на какие-то движения, мысли и прочее, конечно, да, ну, можно сказать себе, что и нет, обманывая себя дешево, скажу лишь одно, что за аборты, безусловно, вам, как и тому, кто их сделал, то есть, врачам-убийцам, которые заморали руки в крови, помогая женщине избавиться, убить ребенка, то есть, они соучастники, вот эта женщина-убийца, отец, если он на это дело, ребенка будущий, возможно, отец, благословил свою жену, или там уж, кого я не знаю, вот, это все соучастники, и поэтому, безусловно, по совести, по законам причинно-следственных связей, или кармы, как хотите, ответ за это будет однозначно, или по даже христианским, там, или в любой религии, я так полагаю, по законам тоже будет ответственность, и это абсолютная правда, безусловно, это справедливо, и это так, но проблема, которая поднимается здесь две, да, вот аборты раз, и вторая, это вот это принудительное, да, сейчас несколько больших проблем, это внедрение 5G технологий, но мы об этом еще поговорили, говорим, и много чего другого, конечно, идет перестройка мира, очень серьезная, но, собственно, тема наша не эта, глобальная, другая, так, пишет человек, ого, какой-то, высшие грибы, шитаки, в скобках, убивают низшие в организме, а нужны ли нам, или полезные высшие, я просто поражаюсь, а при чем здесь это, вы что, думаете, у вас грибница, что ли, разрастется, и вырастут на вас шитаки, и действительно, есть такие люди, пишут периодически, которые по непонятной для меня причине, почему-то полагают, что высшие грибы, тоже каким-то образом приживутся, мол, в организме, хотя это, конечно, полный бред, такого быть не может, потому что для них нужна специальная своя среда, это либо древесина, на которой такие грибы, как чага, или там, трутовики паразитируют, хотя и они выделяют природные антибиотики, и не значит, что если появился гриб, например, трутовик сернисто-желтый, на дубе, скажем, что он его разрушает, нет, конечно, этим занимаются другие трутовики, там и так далее, специфических видов, в природе высшие базидеальные грибы, то есть все, что вы знаете, от лисичек до там, каких-нибудь груздей, все эти грибы обладают определенными свойствами лечебности, как для растений, входя с ними в симбиоз, образуя микоризы и так далее, об этом у меня были видео, так и для высших животных, всех млекопитающих и прочих, которые обитают в лесу, ну и для человека в том числе, и наши предки знали, конечно, они не называли это наукой фунготерапии, то есть о лечебных свойствах высших базидеальных грибов, но знали, что это, как и травы, в природе являются нашими лекарствами, так что, конечно, низшие грибки могут подавить в природе, таким образом, чтобы не возникало резистентности, приспособляемости у низших грибов к каким-то веществам, препаратам, только подавить могут высшие базидеальные грибы. Да, забылся, возьму первый листик, потому что я же начинал с первого. Идем дальше. Катя Любимая пишет, Здравствуйте, Юрий Андреевич, спасибо большое за советы. Пробовала мед для борьбы с камнями в желчном пузыре. У меня есть такое видео, как растворить камни в желчном пузыре, да? О некоторых сейчас смеются, негодяи. Эффект был уже через месяц, камни начали растворяться, но появилась перхоть. Это из-за меда или из-за чего-то другого? Спасибо заранее за ответ. Мед со своей пасеки. Ну, великолепно. Значит, если бы мед был у вас дикий, то это вообще бы эффект был еще больше. Ну, представьте, что написал человек. Через месяц уже был эффект. То, о чем я уже несколько месяцев говорю в разных своих лекциях, это факт, это просто истина. И вот у человека началось растворение камней. Это хорошо? Это очень хорошо. Но есть другая сторона медали. Мед все-таки содержит огромное количество глюкозы, фруктозы, а сахара все-таки в больших количествах. Тем более, что если человек ест еще в течение дня какие-то другие сахара, то есть все, что сладким является вообще по определению, даже натуральной сладости и сласти, то есть имеется в виду искусственно созданное всякие пирожные, печенье, хотя это есть, конечно, категорически нельзя, у человека резко вскакивает сахар. У человека моментально поднимается сахар в крови. Вырабатывает поджелудочная железа сразу инсулин, гормон, который должен провести глюкозу в клетку. Оно всегда вырабатывает больше, чем нужно, на тем более синтетические сахара или на концентрированные. Что происходит дальше? Дальше возникает гипогликемия, потом гипергликемия, в общем, инсулино-резистентность. И поджелудочная вырабатывает еще больше инсулина, постепенно возникает преддиабетозное состояние, а в дальнейшем диабет второго типа. Но помимо этого разрушаются сосуды, падает зрение и много других проблем. А также совершенно прав человек. В том смысле, что, конечно, вот эти самые перхоть и прочие признаки, это есть наличие грибков, микромицетов разных видов. Это может быть кандидоальбикансы, проявляться так. Другие грибки, их же сотни видов. А их пища – это сахар. Сахара, запомните, вот грибкам низшим, да, микромицетам и раковым клеткам – это их пища для получения энергии. У них ускоренный метаболизм, обмен веществ. Им для своего метаболизма нужно большое количество простых сахарок, глюкозы, в первую очередь. И поэтому мёд используйте как лекарство в малых количествах. Чем меньше, тем лучше. А в меньших количествах, тем более, работает мёд идеальным образом, только дикий. Кстати, если захотите, и кто-то спросит, а где его взять, пишут. Ну, я и говорю, отвечаю. У нас на сайте nadgard.ru есть разные виды дикого бортьевого мёда. Ну, на вопрос я ответил. Идём далее. Виктория Смит. А как голодать правильно? И можно ли, если маленький вес? Ну, если маленький, не стоит. Мой рост 180, вес при этом 60. Ну, маловато, 65 для женщины норма при этом, 70 при этом росте. После первых голоданий раз в неделю по 24-36 часов вес упал до 53, это совсем, конечно. Потом поднялся до 55, и всё. Я похожий на живой скелет, ну, понятно. Да и по самочувствию. Слабость, головокружение, в глазах темнеет. Можно ли голодать? Нет, конечно, нельзя. И потом, у меня же есть видео. Вот опять люди очень невнимательные. Называется «Лечебное очищение голодания». Я там предупреждаю и об этом, и о том, что может быть, какие другие проблемы, если человек не подготовился к правильному голоданию и очищению организма. Если у него есть паразиты, то, безусловно, может быть и снижение массы тела колоссальное, потому что они будут потреблять из вас питательные вещества в любом случае, а вы их не будете получать, но пока голодаете. И значит, ваш организм истощается. И ресурсы, и энергия, запасы минералов, витаминов, жирных кислот будут уходить. Это же естественно. Поэтому лучше до такого не допускать, конечно. И правильно подготовиться. У меня два видео на эту тему. Вот это первое. А второе, вот вы пишите про 24-36 часов. Действительно, есть такой вариант интервального голодания. У меня есть видео про калории и про интервальное голодание. Посмотрите их, и вы поймёте, в чём ошибки. Нельзя допускать уменьшения калорий, если вы и так имеете малый вес. Обязательно пройдите антипаразитарную программу, полную, комплексную, чтобы избавиться от разных паразитов. Паразиты есть у всех. Вопрос, какие, где, в каких местах организма и в каком количестве. На эту тему у меня есть видео, даже гриб-лисичка, чтобы вы понимали, что просто травы какие-то, тройчатка там по Семёнову, это бессмысленно. Да, только они уберут тех паразитов, которые в данный момент времени в кишечнике находятся, а в тканях нет, а в виде цист, яиц, гельминтов разных нет, бесполезно, травы не справятся. Поэтому нужен подход комплексный. И вот после прохождения антипаразитарной программы можно начинать, если вы не имеете низкую массу тела, очищение, голодание, но правильное, подготовленное. А если низкая масса тела, надо набрать. То есть, устранить дефицит питательных веществ. Поэтому вот эти мои лекции, которые я порекомендовал, очень будут в этом смысле вам в помощь. Так, значит, первую страничку в сторону. Так, вторая страничка. Гали я бану. По поводу длинных лекций моих, что мне некоторые претензии предъявляют, что они длинные. Продолжайте обязательно этот формат. Вы чуть ли не единственный компетентный человек в своей сфере, который может дать правдивую полную информацию. Кому долго? Есть много коротких разных лекций на Ютубе. Ну, кстати, такой у меня есть, я последнее время снимаю. Он по 8, 10, 15, максимум 18 там минут. Очень много. При этом раскрываю темы, кстати. Ну, и длинные, наверное, тоже будут. Но, видите, их не все любят. А кому-то одно не нравится, кому-то другое. Всем не угодишь. Людмил Синявина по-английски. Жаль, не знаю, как по ссылке переходить и заказывать вашу продукцию. Спасибо за ролик. Я просто удивлен. Ну, как можно вот уметь пользоваться интернетом или Ютубом, но не уметь заходить. Еще раз. Вот моего помощника я просто сейчас попрошу. Прям крупным планом, чтобы меня видно не было, а крупным на экране. Покажите, как под любым роликом, например, давайте возьмем интервальное голодание. Вот как под ним в Ютубе, если вы его смотрите в Ютубе, если нет, перейдите и смотрите. Под ним написано слово «Еще». Вы нажимаете на слово «Еще». Открываются ссылочки. Смотрите их. Там разные мои ссылки на видео. Ссылки на разные продукты. О том, о чем я говорил в этом конкретном видео. Но в любом случае, любая эта ссылка на любой продукт ведет куда ведет. В мой интернет-магазин nadgar.ru. Теперь в магазине. Посмотрите, как заказывать. Есть даже такое в правом верхнем углу. Так и называется. Как заказывать. Нажимаете. И там есть два видеоролика. Один для тех, кто ничего не умеет. Первый раз зашел. Вот вы его тоже смотрите. И вам станет досконально все понятно. Там показано, как заказывать. И второе видео для тех, кто позабыл. Кто уже зарегистрировался на сайте. И заказывает второй и последующие разы. Если что-то у него не получается. Хотя все предельно просто на самом деле. И вообще запомните общий принцип. Что все, что я говорю. Или найти, по крайней мере, это. То, что я говорю, можно легко по ссылочкам под видео. Итак, теперь не должно быть никаких вопросов ни у кого. Как заказывать и так далее. Вы все знаете, коль вы умеете пользоваться интернетом. А вот Люся Асеева пишет. Юрий Андреевич, информация бесценна, но очень много информации не усваивается. Так как не имею медицинского образования. Не могли выдавать свои лекции для таких, как я, более короткими и простыми. Вот кто-то пишет более длинный, кто-то короткий и простый. Хотя уж я и так просто все объясняю сейчас, по крайней мере. Это не старые мои 4-5-часовые лекции. Такие, как про печень, систему пищеварения, паразитов старого от 2014 года. Где я досконально все объяснял. И терминов было намного больше. И еще один вопросик. Вы упоминаете вкратце о животных. Чем тогда лучше кормить кошек? Слушайте, вот тоже я поражаюсь. Наберите в ютубе фролов. Корма для животных. Или корма для кошек и собак. И вы найдете там 4, как минимум, моих лекции на эту тему. Мы же выпускаем самые лучшие в мире, не в России. Единственные в мире сыроедные веганские корма для кошек и собак. С полным абсолютным составом. Абсолютно с полным. От которого проходят многие болезни. Которые вы у ваших питомцев и ваши ветврачи не могли вылечить долгие годы или месяцы. На то есть видео. И видео отзывы у меня. Но посмотрите об этом. Не поленитесь. И вы все будете знать. Кстати, маленькие кадры я сейчас попрошу поставить. Ну, я буду говорить. А вот мой помощник поставит вам наших кошек. У нас их 4 по улице бегает. Ну, я живу в Пушкинских горах. В Псковской области, за городом, в своих домах. В хозяйстве. Так вот, у нас такие как бы, ну, не дикие, конечно. Но они дикие пришли к нам сами. И мы их вот кормим. Чем? Нашими кормами. Посмотрите, какие они пухленькие, лощеные. Шерсть густая-густая. Ну, естественно. Потому что они держат любые температуры. На улице ходят. Домик мы маленький, правда, сделали с грелочкой. Заходят и то редко. Так что, вот еще один пример. У меня Мэйн-кун есть. Тоже кормится. Ну, еще маленький. 5,5 месяцев. Вот, девочка, подросток тоже. Только нашими кормами. Игривая, здоровая и так далее. А давайте я в этой связи вам одно письмо зачитаю. И, кстати, это будет очень полезно для многих. Опять-таки спрашивают вот про продукты. А кто-то претензии мне предъявляет, что я продаю свои продукты. Вообще наглость какая. Просто нет слов. Есть такие хамы. Так вот, на нашем сайте надгар.ру есть раздел отзывы. Вы почитайте. Это очень интересно. Я вот сейчас вам парочку зачитаю. И как раз о кормах вначале кое-что. Ну, а потом кое-что иное. А вы, дорогие друзья, сейчас просто это текстом увидите крупно. Ну, посмотреть, проверить это сможете прямо на сайте в этом разделе. Итак, 2-го числа 8-го месяца написала Наталья из города Новосибирск. Доброго дня. Покупаю в Надгарде, ну, на нашем сайте, корм для животных. Кошке 14 лет. Ну, не молодая, скажем так. А теперь внимание. Два года назад появилась опухоль молочной железы. Прооперировали. И озадачились лучшим содержанием питомца. Выбора полна. Корм Юрия Андреевича Фролова. Кормим новым кормом чуть более года. Состояние животного действительно, как и было описано в отзывах, как будто она помолодела, стала более подвижной, задорной. Проблема с опухолью, к сожалению, не решилась. Выросла новая. Это гормональные процессы из-за отсутствия беременности. Но в этом году при повторной операции в клинике проводились предварительные анализы. Доктор сказал, что такой биохимии он позавидовал бы сам. Администратор сказал, что лучшей биохимии в клинике, своей, этой клинике, за всё время он ещё не видел. Все показатели в рамках нормы. Ни один не выходит за её пределы. Кошка кушает только сухой корм с этого сайта, ну с нашего. И изредка, не более раз в неделю, балуем мой вы кусочком мяса. Живёт в обычной городской квартире, на улицу кошка не выходит. То есть, состав её крови почти полностью зависит от основного питания, от корма Фролова. Для нас совершенно очевидно, что корм сбалансирован и достаточен для полноценного здорового питания домашнего животного. Рекомендуем. Есть документы о результатах анализа. Готовы приложить сканы. А вроде бы, кстати, присылали. С благодарностью вашей постоянной покупателем из Новосибирска. Ну а в этой связи я что хочу сказать. Посмотрите ещё раз видео, все вы будете знать. Посмотрите отзывы, которых тоже очень много, но в том числе и под кормами. Там в видеороликах, когда в конце ролик заканчивается, идут списками. Это всё такие же люди, как вы, которые стали переходить на наши корма, кормить ими своих питомцев. И результаты не заставили себя ждать. У кого-то проходят болезни, у кого-то, если даже они есть, то они, по крайней мере, живут здоровыми, анализы улучшаются, физическое состояние, самочувствие, энергии становится больше, и животное, конечно же, будет жить дольше. А некоторых это бесит. Один даже ролик снял, что как-то собак кормить... Кстати, такой бодловатой внешности такой товарищ, ухлобрюхий такой, где там что-то выпендривалось насчёт того, что нельзя кормить собак веганскими кормами. Идиот. Кормить надо теми кормами, в составе которых есть все необходимые питательные вещества, а не то, что название у него веганское или не веганское. Вот на что надо обращать внимание. А не мантры читать и неверующим кретином быть, который зациклен, верит во что-то и пытается и себя, и других ещё, к тому же, убедить, что это вот так или по-другому. Жизнь говорит о противоположном. Практика, критерий истины, помимо теории, хотя мне, например, и практика не нужна, потому что то, что я знаю, совпадает всё всегда на 100% с тем, что есть. Потому что логика, причинно-следственные связи – это законы как бы Вселенной, это законы бытия. По ним происходят все процессы. От биохимических каплей воды до процессов в океане и так далее. От маленьких до больших. Одинаково. По одним и тем же законам. Понимая эти причины следственной связи, можно понять обо всём. Начиная от процессов различных, происходящих в теле растения, животного, до крупных процессов в экосистемах, там биогеоцинозах, да? Ну, может быть, я потом ещё что-то зачитаю. Сейчас всё-таки не буду отклоняться. Далее идём. Марина Ларина пишет. А из продуктов где цинк есть? Не могу в таблетках пить. Желудок, что-то без запятой. Но в семечках тыквенных. А ещё где? Марина и другие товарищи. Ну, имейте уважение хоть какое-то ко мне, к моему труду. Ну, ведь причём в том видео, в котором вы смотрели, что-то от меня слышали про цинк, я непременно говорил следующее. Посмотрите вот это видео моё про цинк. Ну, как же, вот кем надо быть, чтобы вот в виде это, а я всегда действую системно, логично, вот просто не взять и не посмотреть, а вот задавать вот эти вопросы. Я не понимаю, почему. Если у меня есть для вас уже снятое отдельное видео про цинк, я перечисляю в том числе, в каких продуктах содержится цинк, а не только купите цинк там где-то. Нет? Леся Соболь по-английски, если я правильно прочёл. Здравствуйте, благодарю за видео. Предложу темы, как правильно перейти на сыроидение, если присутствует СИБР, синдром избыточного бактериального роста. Ну, верно, да, вот это СИБР и синдром дырявого кишечника, вот эти две проблемы, действительно. Какие дефициты витаминов и микроэлементов вызывают ухудшение зрения? Кстати, о зрении уже моё видео прямо на днях вышло. Это прошлое видео. То, что сейчас вот вы смотрите, это следующее за видео про зрение. Я его снял. А что касается синдрома раздражённого дырявого кишечника, об этом есть у меня видео. Второе видео – это дисбактериоз. И, пожалуй, ещё раз скажу третье, почему мы не можем питаться только плодами. Эти три видео и будут полным ответом, разбором вот этой темы. Почему сыроедение, как перейти, как побороть вот это состояние. Я всё это поясняю досконально. Даже про бактерии и витапропионовые там рассказываю. То есть, как восстановить кишечную микрофлору, ну и так далее. Так, теперь. Ивана Богданова. А это протест мне. Под одной из моих лекций о 5G, Wi-Fi и онкологии, по-моему. Я лично знаю людей, у которых нет ни СВЧ, ни Wi-Fi, никаких 5G. О чём вы говорите? А есть рак. Ну, сразу хочу сказать. А что они, живут в тайге, в глухой землянке? Или где-то в городе ваши друзья, судя по вам, живут? Я уверен, что в городе. А коли так, на них что, не воздействуют соседские Wi-Fi, которых до десятков можно насчитать, двух-трёх десятков там в одной квартире? А что у неё, у вашей подруги, вероятно, нет сотовых телефонов или у членов её семьи и так далее? Я просто в шоке. Ну да ладно. Так вот. А есть рак, есть болезни головы, с которыми не справляется ни церковь, ни медицина. И я лично знаю тех, кто уже давным-давно живёт со всеми современными технологиями и здоровы и счастливы. Ну, во-первых, они недообследованы. А во-вторых, счастливы ли? Где? С этими технологиями в городах? Ммм, это иллюзия, это муляж счастья. Они не знают, что такое счастье. Так что... И вывод, самое интересное. Так что, ваша теория не подтверждается практикой. Ну, это слабоумие. Товарищ Иванна, изучайте Гегеля, изучайте науку логика. И, может быть, вы что-то начнёте понимать. Вероятно, вы плохо учились в школе. Возраст непонятно вашего здесь. Если в советской школе учились, я поражаюсь деградацией вашей. Здесь совершенно одно не подтверждает другого. Я что, где-то говорил, что нет других факторов, которые вызывают рак? Например, в своей лекции «Общие принципы лечения онкологии». Непременно её посмотрите. Все люди, я советую вам это сделать. Я об этом говорю. В своей лекции «Девять причин болезней», которой я отсылаю всех людей по разным темам, я тоже называю, что есть девять причин болезней. Они одна. Не только неадекватное человеческое питание. Не только облучение различными ВЧС и ВЧ-источниками излучений. А если вы хотите доказать, что я не прав, приведите аргументы. А не то, что кто-то у вас болеет, а кто-то не болеет. Это полнейший бред. Бредятина. Так же, как люди несут подобную чушь, желая оправдать свою еду. То же самое. Вон, кто-то не ест мясо, умер от рака, а кто-то ест и живёт пока. Это что, доказательство чего-то? Это вообще не доказательство ничего. Если же вы захотите доказать аргументированно, найдите нескольких академиков. Это прям мой совет. Я повышаю ставки. И попытайтесь. Ну, напишите мне письмо. Мы организуем, например, скайп-конференцию или очную. Я приглашу Тюняева с коллегами. Вы пригласите своих вот этих учёных. И я ставку, я об этом уже говорил, увеличил до 2 миллионов рублей. Я выплачу наличными 2 миллиона рублей тем, кто сможет доказать, что СВЧ, ВЧ, 5G, 4G, Wi-Fi безопасный. Кто это сможет доказать, я выплачиваю 2 миллиона рублей. Заявляю это уже во много, там не помню в какую, по счёту раз. Много раз говорил об этом. Ну, и последнее, что это и в ванне, и подобным я хочу сказать. Вот последнее моё видео про Wi-Fi и так далее, которое вышло у меня на Ютубе. Под ним есть огромное количество очень важных ссылок на доказательную базу, исследования, американские, наши, отечественные. Если вы вот что-то хотите сказать на эту тему в протест, в оправдании своих любимых тыкалок и так далее, то тогда изучите это сначала и попробуйте привести контраргументы. Только так поступают порядочные и разумные люди. Теперь пишет Натан Гершевич. Юрий Андреевич, добрый дня. Мой прежний друг, человек возраст, на мой вопрос о его зрении как-то ответил, что восстановил своё зрение до 100 раз при помощи витаминов. Ну, проблема со зрением сейчас у многих, она актуальна. Сделайте видео, я полагаю, пойдёт на ура. Я тоже надеюсь. Основная проблема связана с частым смотрением на маленькие экраны, на любые, скажу сразу, спазмом глазных мышц и нарушением микроцикуляции внутри глаз. Друзья, прошу подтвердить мой вопрос лайками. Ну, мол, одобрить, да? Не, ну тут две проблемы, совершенно верно. Во-первых, ещё раз, вот это видео о зрении моё посмотрите. И во-вторых, скажу так, да, две основных проблемы у современных людей. Могут быть специфические проблемы со зрением, болезни определённые. Но, как правило, у 99,9% две проблемы. Первая, действительно, нарушение в сокращении и расслаблении разных глазодвигательных мышц. Вторая причина – в дефиците некоторых питательных элементов, таких как витамин А, Е, омега-3 жирных кислот, цинки и других прочих. Об этом подробно ещё раз в моей лекции про зрение. Пишет Светлана Феодорова. Юрий Андреевич, здравствуйте. Такой вопрос. Можно ли принимать витамин Д3, аквадетрин, к примеру? Нет, его не надо. Тем, у кого кальцинаты в сосудах. Благодарю за всё. А вот здесь сразу две проблемы. Там потом ещё я освещу эту тему, но скажу сразу, да, наперёд. Нужно в обязательном порядке. Витамин Д3 жизненно необходим. А кальцинаты и так далее, и неусвоение кальция, в частности, в костной ткани, в скелете, происходит потому, что у вас дефицит витамина К2. Именно витамин К2 отвечает за проведение кальция в кость, а не витамин Д3, как почему-то многие совершенно несправедливо думают. Поэтому посмотрите два моих видео в этой связи. Витамин Д3, старая моя лекция, и новая витамин К1, К2, Д3. Обязательно, непременно. Галина Резлер по-английски пишет. Я сейчас не против мясоедов. Я очень рад. Это дело каждого лично. Я за здоровый образ жизни, и он разными методами помогает. Но! И тут, конечно, отговорка. Библия не запрещает мясо. Как тогда? Буду благодарна за какой? Верный ответ. Я верно отвечу. Библия не запрещает. А кто-то даже не так пишет. Кто-то пишет прям, Бог разрешил есть мясо, и так далее. У меня уже тут есть ссылочки. Ну, вот я скопировал письма некоторые подобного рода, более такие грубые, сильные, такие возмущённые. И я отвечу в отдельном видео, хотя у меня уже есть давно видео мясо и Библия. Потом мясо, что человек типа хищник. Проклыки. И у меня вообще порядка 20 видео на эти темы. Что я хочу сказать по поводу, как тогда, мол, Библия не запрещает. Как тогда? Тогда у вас остаётся самый яркий, самый верный, самый точный определитель, самое такое сильное мерило истины. Это ваша совесть. Пропустите это через призму вашей совести. Вспомните, кем являются животные для чистого, с точки зрения Библии. Чистые души. Ребёнка маленького. Ребёнок маленький воспринимает животное любое. Неважно, хомячок это собачка или телёнок, козлёнок, как друга своего. И ребёнок хочет с ним играть. Он его любит, душой чувствует. И маленькое животное не боится этого маленького ребёнка. Но когда ребёнок вырастает, мама, папа, общество учит его, что вот одно дело кошечка-собачка, а другое дело вот эти животные. Их специально выращивают на еду. Надо было только добавить, что поэтому им специально горлышко разрезают, потом брюшко вспарывают, кишочки выпускают. Животное бьётся в агонии, в конвульсиях. Нет, ну конечно есть гуманные способы, когда электрическим током или пистолетом, там, пневмо, забивают штыри в мозг и так далее. Это, конечно, очень культурно, это очень, так сказать, по-человечески и очень гуманно. А потом вот эти вот котлетки и так далее, миско, что мы так безлико называем, надо объяснить, что это является мышечной тканью трупа убитого животного для твоего брюха. Не для того, что это тебе нужно, и ты умрёшь без этого, без этой еды, так сказать. Нет. А по совести и по чести, для того, чтобы брюхо вкусно набить, потому что вы любите это пожрать, и хотите испытывать эти липовые, лживые, наркотические наслаждения. Потому что питание, когда человек меняет, у него и привычки меняются, и вкусы, и наслаждения. А сейчас то, что у вас, это не есть истина, это то, просто от чего вы зависите. Тем более при потреблении мяса, так называемого, образуются морфины. В головном мозге это наркотическая абсолютная зависимость и ломка. Правда, она недолго идёт, всего несколько дней, когда человек переходит на адекватное, разумное, естественное питание для человека. Поэтому не надо так нечестно поступать и быть такими двуличными людьми. Там Библия, либо какие-то другие писания, источники. Самый главный источник в душе человека – это его, ещё, возможно, не убитая до конца, незатравленная совесть. Так будьте последователями, религиозные люди. Будьте как дети. И воспринимайте животных так, как их воспринимают дети. И тогда дешёвых отмазок, отговорок у вас не будет. А их и не может быть. Они все дешёвые. И все несостоятельные. Идём дальше. Абу Анзар по-английски. Про кур будет видео, не могу дождаться. Ой, будет, но на моём втором канале «Жизнь на земле», да? Мадина Сахаратулаева пишет. Переходим к третьей страничке. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а можно ли пить одновременно дегидрокварцетин и фукус? Напоминаю. У меня было видео про дегидрокварцетин, этот мощнейший биофлавоноид. Про фукус было два видео в своё время главных. Так вот, что я хочу сказать. Безусловно, они совместимы. Я удивляюсь, очень многие люди пишут эти вопросы. Вы поймите. Эти компоненты, эти концентраты очень важных питательных веществ или лечебных, лекарственных веществ. Но пища вообще как бы теоретически является лекарством. Если это пища, конечно, такая, какая была 200, 500 и 2000 и так далее лет назад. И проблема только в том, что сейчас пища не такая. Кстати, почему проблемы с дефицитами питательных веществ в еде любой современный, даже биоорганик, смотрите в моей лекции «Лес и почва», кто не смотрел. Ну, а вам и другим на эти вопросы я отвечу так. Есть такая моя лекция «Дисбактериоз». В первой половине я там рассказываю про три уникальные продукта, которые в совокупном применении в течение суток дают человеку буквально все практически, все питательные вещества, кроме некоторого исключения. Это фукус в гелеобразной форме натив и только такой, не сухой фукус, не в аптеках какой-то там сухой в пакетиках или на iHerb, а только именно этот. Я объясняю в тексте там подробно, мы в двух этих видео, почему именно он работает так. Сок проростка пшеницы, дикая спирулина, именно дикая. Так вот, там я рассказываю, как применять, как совмещать, как между собой в каком количестве в течение дня по времени принимать. Ни одного вопроса быть просто не может после этого просмотра. Так вот, это базис, основа. Все остальное, о чем я говорю в моих видео, там, дегидрокварцетин, Т8-экстра и другие, биокедр, куркума и черный перец там и так далее. Все это, все это я говорю и написано под товарами у нас на сайте nadgar.ru, где вот эти товары представлены в том числе, да. Там я пишу, как их по времени принимать. И вот это, что я там описываю, соотносится и с этой базой, вот этот фукусок проростка пшеницы и так далее, таким образом, что все это по времени разносится. И все это между собой, безусловно, сочетается. Вы же не удивляетесь, что сочетается между собой 10 ингредиентов, которые вы нарезаете в салат. Там же это разные продукты. Ну, эти разные продукты содержат в себе, а многие, одни и те же, ну, большинство из них, питательные вещества. Какие-то есть исключения, одни больше, другие меньше. И тем не менее, вы же не спрашиваете, а можно. И это можно. Вы же не принимаете какие-то химиопрепараты, химиотерапию, проходя там цитостатики и прочие препараты, когда действительно надо задавать вопрос, а совместимо ли это между собой. И это все, не спрашивайте меня больше, совместимо между собой. Более того, это жизненно необходимо при нашей жизни, когда такая бедность пищи по составу, когда из современных продуктов питания вы не получаете малой части тех питательных веществ, которые когда-то в этих продуктах была найдена и описана в таблицах. Все, эти времена уже пора давно забыть и понять, что иначе вот как раз и наступают болезни и не хватает тех или иных людям современных питательных веществ. А при дефиците питательных веществ, когда этот дефицит носит длительное по времени продолжение, возникает состояние иммунодефицита, а это уже приводит к различным болезням и в латентных, скрытых формах те или иные болезни переходят уже в открытые формы. И вот Маски Джи что-то по-английски пишет. У меня вопрос, сейчас это хотя бы возможно прожить? А, под каким-то про Махмуда Ивазова моё видео было, про сверхдолгожители. Ну, я понимаю, так, раньше жили, ну а если, допустим, у тебя хорошая генетика, это важно, конечно, и ты живёшь в горах, то можно столько же прожить, ну, 152 года, как Махмуда Ивазова. Кстати, если кто-то захочет оспорить и сказать очередную чушь насчёт паспортов, что приписки были, ну, вы тогда недалёкий сразу человек, почему? Но вы хотите, правда, только понять, почему, если вы такое говорите, вы человек действительно недалёкий. Но если вы честный человек, вы скажете мне, вы были правы, я недалёкий человек, потому что так говорил. По аналогии потом подумайте, что никогда о том уже, что я вам выше показывал, ещё кое-что о чём дальше скажу, не судите, а логично. А вы же судите в основном, а логично, ну, многие люди. А вы возьмите, не возмущайтесь, а вот это видео сейчас посмотрите про Махмуда Ивазова. И вы услышите аргументы, которые в тысячи раз или в миллионы, если так можно говорить, потому что это абсолют. То есть, можно даже поспорить на свою жизнь, на жизнь своих детей, можно поспорить, ну, скажем, там, на что хотите. Вот вы сами скажете, да, я готов поспорить после просмотра этого видео, что есть доказательная база, миллионы раз более сильная, чем любые паспорта, записи в ЗАГСе, где рождается человек современный, да, и так далее. Ещё более серьёзные доказательства, и они, оказывается, есть. Поэтому не надо никогда судить, если вы в чём-то убеждаете себя. Как правило, такие люди, знаете, в чём убеждают? Они понимают, что они долго не проживут, они понимают, что они неправильно там питаются, может, пьют, курят, ещё что-то. И они злятся от этого, что, оказывается, есть другие примеры, что, возможно, по-другому, что кто-то более сильный характером, духом человек, чем они, и они начинают выпендриваться грязно. Вот таким людям я глотки всегда буду затыкать, всегда. Дальше человек пишет, можно столько же прожить? Я задаюсь таким вопросом только потому, что сейчас времена изменились, правильно. Некоторые регионы просто засорились ГМО и так далее совершенно справедливо. То есть, начать жизнь, как они, можно, прям точь-в-точь. И если так сделать, я уж добавляю, потому что человек не совсем грамотно написал, то можно ли тогда прожить хотя бы 130 лет? К сожалению, нет. Но если у вас крепкая генетика, если вы учтёте те факторы, о которых я говорю в своих лекциях про долгожителей, где анализирую причины и следствия, почему они долго жили, какие факторы влияют на продолжительность и качество жизни, то до 100 лет, ну, если у вас прям в роду все были за 100 лет, ну, 110, может быть, можно. Очень много тех факторов, которые, к сожалению, влияют на каждого в той или иной степени. Ну, на кого-то в большей и совершенного права, а в горах, конечно, в меньшей. Однако, посмотрите вот это моё видео про воду, когда даже в горах Альп находят сейчас уже антибиотики и гормоны, а также из подземных источников где-нибудь в Швейцарии. Почему? Вот это видео как раз вам откроет на это глаза. Человек страшно загадил природу в последние годы, даже десятилетия. И сейчас есть факторы, которые не действовали ещё на наших с вами отцов-матерей, бабушек и дедушек, понимаете? Поэтому сейчас современный человек, конечно, проживёт при равных прочих меньше. Но если и эти факторы не соблюдать, правильные, то не то, что о 100 годах. Даже о 50 годах для молодёжи современной и речи быть не может. Суел ферку по-английски. У моей мамы артроз или артрит на пальцах рук. Заскакивают суставы и тяжело возвращаются обратно. Что кушать для улучшения состояния? Ну, во-первых, я ещё раз хочу подчеркнуть. Смотрите моё видео. Вот артрит и артрозы. И вы набираете. Фролов, артрит и артрозы. Вы найдёте моё видео. Как раз артрит и артрозы. Вот это. Посмотрите это видео. Помните также о том, что я говорил в других своих лекциях. Смотрите мою рубрику «Ответы на вопрос». Я же об этом там говорю. Обязательно сныть. Обязательно витамин D3, К2, магний. Потому что он позволяет усваиваться витамину D3. Посмотрите мои видео об этих витаминах. И вы поймёте. Ну, конечно, не только эти меры нужно принимать, когда так далеко дело зашло. Противовоспалительные меры. Ни в коем случае не потреблять продукты, содержащие лектины, высокомолекулярные растительные белки. И много других факторов нужно учитывать. Я потом, скорее всего, сделаю ещё одно видео про суставы. Олеся Чупак пишет. Я тут даже пометил это как возмущение уже своё. «Онкология лечится по умывакину соды пищевой», заявляет безапелляционная эта женщина. Ещё в 1931 году Отто Варбург за открытие ПАЖ получил Нобелевскую премию. И сегодня эта тема специально замалчивается. Она особо не замалчивается. Уже ленивый только не знает о так называемой живой и мёртвой воде. То есть, щелочной и кислой. О трудах противоположных, противоборствующих сторон в связи с защелачиванием или закислением организма. С одной стороны, про защелачивание – это лапо. С другой стороны, про закисление – это, соответственно, Болотов. Ну и примкнувшие на его труда к нему люди другие, кто пропагандирует закисление организма. У меня есть видео на эту тему про Жданова, когда он говорил о теории Друзьяка и Болотова про закисление. Вот посмотрите это видео тоже вы, да? Теперь про Отто Варбург. У меня есть старые мои видео. Отто Варбург, кальций, рак, две части. Тоже посмотрите непременно. Насчёт соды. У меня есть видео про соду, где я всё поясняю. И не надо из соды делать культ. Поймите, что сода – это всего лишь щёлочь. Да, когда организм закислён, щёлочь действительно определённым образом работает, раскисляя организм. Значит, сохраняются те щелочные металлы – кальций, натрий, магний и так далее, которые очень в большом количестве расходуются на процесс защелачивания организма. Доведение этой pH-среды как нормы реакции до пределов, в которых существуют эти признаки. То есть, пределы показателей нормальных для нормального функционирования организма. А все среды нашего организма, опять-таки, константы есть какие? Они щелочные, спинномозговая, жидкость слюная, панкреатическая, желчь, кровь 7,43, например, а желчь, например, вообще 8,5-8,6. То есть, жизнь говорит о том, что у нас практически все среды близкие к щелочной, либо щелочные. Другой вопрос, что сода – это не панацея, и она не лечит рак. Если бы так все было просто, вообще бы никто от рака не умирал. Вы знаете, сколько людей в попытке, в надежде вылечиться с содой, и закрыв глаза на все остальное, что действительно действенное, на науку фунготерапии, фитотерапию, которые отказывались, когда это было действительно нужно, а иногда это нужно, от химиотерапии, потому что она позволяет, например, на определенной стадии убить, ну, 80-70% раковых клеток, и тогда иммунной нашей системе, и другим веществам, препаратам легче уничтожить меньшее количество раковых клеток, чем большее, это же разумно. Но, впрочем, об онкологии еще раз посмотрите непременно мое видео «Общие принципы лечения онкологии». Сода – не панацея. Но вот онкобальным содовую ванну, содово-соляную, надо применять, и об этом в моей лекции о соде. Олег Северин пишет. Юрий Андреевич, благодарю за полезную информацию. Сделайте, пожалуйста, видео о том, как можно очистить легкие людям, живущим в городах и работающим на вредных производствах. Очень мало информации в интернете на эту тему, я думаю, это будет интересно многим людям. Изумительный, правильный вопрос, я давно про это думал, хотя одно видео на эту тему у меня полное есть, ну, отчасти. Вот смотрите, мое видео «Гриб-дождевик», о чем я там говорю? О том, как убрать из организма накопленные в нем тяжелые металлы и даже радионуклиды. Потому что за свою жизнь, а кто-то живет десятки лет на этой планете, поэтому накопил через воду, еду, воздух в себе какое-то количество тяжелых металлов и радионуклидов, которые организм не смог из него, из себя, то есть убрать. И действительно, это огромная проблема. Программа – это факторы онкогенные и так далее. И я советую всем людям, если нет каких-то специфических болезней, показаний к лечению, сначала пройти антипаразитарную программу, ее надо проходить два раза в год. А после, то есть это всего лишь месяц идет программа, второй и третий месяц пройти вот эту программу с грибом «Дождевик». Вернее, в этом видео описано, что входит в эту программу. Какие другие грибные препараты, как их совмещать, в каком количестве. Все досконально сказано. Приобрести их можно у нас на нашем сайте nadgard.ru, тоже говорю, потому что письма подобные будут сразу, чтобы не отвечать письменно. Но я действительно сделаю отдельное видео, все-таки обязательно сделаю более развернутое. Так, уважаемый Юрий Андреевич, добрый день, меня зовут Евгений. Я фотограф уже много лет и много времени проводил у монитора компьютера с обработкой фотографий. Последнее время меня стали беспокоить подчелюстные лимфоузлы. Они слегка увеличены. Я замечаю, что возникает дискомфортное состояние в горле во время работы на компьютере от монитора, при просмотре телевизора, в автомобиле за рулем и от сотовых телефонов, у которых работает интернет. В том-то и дело, что только от них люди чувствительные начинают замечать, а разумные не закрывают на это глаза. От монитора я отказался. Купил видеопроектор. Стало полегче. Безусловно, правильную меру сделали вы. Правильные действия, конечно, стало легче. В автомобиле не знаю, что делать. Там же высоковольтные провода на свечах зажигания, поэтому фонит даже в салоне. Я измерил детектором электромагнитных излучений на передних сиденьях. Детектор срабатывает, а на задних сиденьях молчит. Вот решил вам написать, может, что-то предложите, подскажете. Наверное, нейтроники надо покупать. Наверное. Я уже много лет твержу о том, что нейтроники покупать жизненно необходимо всем людям, у кого есть мозги, хоть маломальское соображение. Ещё некоторые люди, я поражаюсь, пишут, что про физические начинают какие-то явления говорить, такие как тепловой нагрев там, что а вот нейтроники, а волны также идут, приборы их измеряют. А кто сказал, что они не должны идти, или каким-то образом сотовая связь пропадает, что нет, вообще ни на йоту не пропадает. А суть вот в чём. Что нейтроники делают следующее. Они не дают вступить в резонанс, в разрушительный резонанс от воздействия ВЧС-ВЧ-источников излучения на клетку, на ДНК, которая тоже является антенной. И, соответственно, нет разрушительного резонанса, который меняет, вот, соответственно, ДНК меняет и нарушает, процесс передачи информации от деления клетки к делению. 23 года выпускаются нейтроники. Сколько уже разных академиков, учёных пытались доказать, что нейтроники не работают. Не смог ни один. А скажу вам другую информацию, попрошу моего программиста, помощника, показать сейчас. 46 научно-исследовательских институтов полностью доказали работу нейтроника. В брошюре, которая в бесплатном доступе есть у нас под товаром на нашем сайте nadgar.ru нейтроника, запомните их две модели, прочтите, на какие приборы, устройства, излучатели. Клеится одна и другая модель. Посчитайте количество этих приборов, устройств у вас в доме, у членов семьи. И обязательно возьмите, приобретите эти нейтроники, наклейте, и это будет хотя бы персональная защита. Что касается более серьёзных проблем, хотя это тоже в совокупном своём проблема серьёзная, я говорю о соседских Wi-Fi, о прочих влияниях. Есть антенны. Изучите, посмотрите. В руки не доходят видео снять отдельно. В своих других каких-то видео я упоминал про это. Тем не менее, про антенны посмотрите. Что она делает? В радиусе 14 метров она нивелирует воздействие вот это резонансное от соседских Wi-Fi в частности. Так что изучайте эти вопросы. У нас с моим коллегой физиком Тюняем очень много есть видео на моём канале на эту тему, более десяти. Под видео последним, ещё раз говорю о Wi-Fi там, Раки и 5G, 4G, есть много ссылок, в частности, на наши с ним совместные видео. Вот там и вы это найдёте. Я вас, как говорится, отсылаю к ним, потому что здесь я не могу под этим видео публиковать десятки, сотни ссылок. Совершенно верно. В автомобилях сейчас ставят эти системы оповещения, если аварии или что-то, я не знаю, как они называются, которые сразу там срабатывают, ссылают сигнал, прямо у мозга они находятся. Это полный вперёд. Полный вперёд. Ещё плюс сотовых телефонов полно в машине у вас, у жены, у детей уже едете сколько. Это, слушайте, это, конечно, надо, с этим надо что-то делать, кончать с этой вот этой вакханалии. Клейте нейтроник, ещё я вот клеим мы, где это устройство. Да, безусловно, это очень важно. Понимаете ли, есть те явления, процессы, которые вне зависимости от наших желаний, там, так сказать, требований, верований, всё равно будут. И они идут именно так, как они идут. Если есть вредные факторы, объективно влияющие отрицательным образом на наше здоровье, то ничего силой мысли мы с ними не сделаем. Они будут. А отмахиваться от них можно, но дороже будет, как говорится, себе дороже. Теперь Александр пишет некий такой мне претензию про одно из видео, он там, где я про кетопитание говорил, пишет, при кетодиете наоборот, много овощей надо есть. Это что я говорю. А вы, товарищ Александр, посмотрите лекции две мои про веганское кетопитание и ответ Генералову о кетопитании. Вы прочитаете книгу Генералов, где он чётко пишет о видах кетодиет, о разных палеокарнивор, о прочих, он их так систематизирует. В некоторых из них, а это тоже кетопитание, абсолютно нет никакой зелени овощей. Поэтому не надо говорить чушь и запомните, и давайте ещё раз. Никогда я никаких противоречий не говорю, и я всегда всё учитываю. Никогда и никто не сможет меня уловить, уличить в противоречиях, в некомпетентности и так далее. Но только лишь разве что типа такими словами сам дурак или тем, что не имеет ничего под собой абсолютно. То есть, при кетодиете наоборот. Кето-диет много разных, понятно? Может быть, вы по Бергу или по кому-то ещё кето-диету, так сказать, вот имеете в виду. Так опишите тогда, что при кето... А я-то не говорю и не ссылаюсь на кого-то, что по его методике. Я говорю и подчёркиваю, главное, в своих лекциях, вот просмотрите, про, например, того же генерала, вот эту мою аналитику. Ну и что вы скажете? Вы после этого тоже сможете повторить про это? У вас нет никаких оснований вот так мне говорить, претензии предъявлять. Сергей, СПБ, некий такой ник, пишет мне, а воду тоже заряжаете? Меня подколоть так решил. Я ему пишу, нет, только людей заряжаю. Марина, здоровая, пишет. Ну, это, кстати, была лично в Атлантиде. Пишет следующее. Полный бред. Это под моё видео о кофе. Кофе нам передала цивилизация Атлантов, чтобы перезагрузить астралку. Поняли? Какой там нахрен академик Павлов, Бехтерев и Углов, к примеру? Блин. Этой женщине надо написать книгу. Вы очень примитивно думаете, я примитивно... А может, вы вот это примитивно думаете и излагаете, что вы тут написали? У вас вообще мозги есть, дамочка? Нету. Вы очень примитивно думаете, излагаете. Народ, кофе крупными буквами очень полезно и несколько вотсклицательных знаков. А докажите, что кофе полезно. А посмотрите моё видео про кофе. Может, вы всё-таки поймёте, что оно вредно? Нет? Аргументацию слушайте, а не голос брюха и желание чего-то съесть. Наталья Сверидонова тут пишет тоже. А высшие грибы не создают проблем? Нет, я отвечаю, они их решают. Ой, тут ещё о кофе вот и решил почему-то. Любовь Белозёрова. Только что попила кофе в кафе. Надеюсь, мне повезёт. Ожить и дышать тоже вредно. Я поражаюсь, когда такое пишут. Ведь мы живём и проходят дни и жизнь укорачивается. То, что вы написали в первой части вашего предложения и второй совершенно друг с другом никак не связано. Это похоже на шизофрению. Ожить и дышать тоже вредно и ведь мы живём и проходят дни и жизнь укорачивается. Совершенно справедливо. Мы живём, срок жизни ограничен, он не вечен. И чем больше мы живём, тем ближе мы к смерти. Совершенно правильно. А при чём тут ожить и дышать тоже вредно? Ну, совсем что ли, дура? Ну, попробуй не дыши. Ну, что за чушь? Вредно? Если будет вредно, то вы будете молодеть. А если всё-таки прав я и дышать в нашем споре всё-таки полезно, то вы будете и дальше жить и укорачивать срок своей жизни, но долго, дольше, чем если вы не будете дышать. Не так ли? Давайте проверим. Даже готов поспорить на всё, что у меня есть. А насчёт того, что жить вредно, пишут только конченые идиоты. Потому что это слабаки и сознательно, скорее всего, или идиоты действительно полные, или пишут сознательно такую чушь в желании всего лишь выразить протест от своей глупости и слабости. Что, мол, ну, тогда, мол, что тогда, мол, а вы хоть что-то попробуйте, тогда, мол, у них. Если это объективно вредно, не надо чушь пороть, что это может быть полезно или безвредно. Или не надо расслабляться и уподобляться безвольным слезнякам, которые, так сказать, будут, ну, коли, то всё вредно тогда. Не надо вот этой философии дешёвой. Если вредно, бухать. Если вредно, курить. Если вредно, жареное, жрать, потому что свободные радикалы, канцерогены и так далее, окисление продукта, окисление, то это вредно. То не надо это делать. А если этого делать, то не надо дёшево оправдываться, что, мол, тогда, не тогда, а вы слабак тогда. И тряпка. И тогда и говорить, да, я слабак, но буду, потому что мне вкусно и мне на всё по барабану. Тогда я, по крайней мере, скажу, ну что ж, ну, честно человек изложил позицию свою, такую позицию. Ну, ладно. По крайней мере, честно уже достойно уважения. Потому что, в отличие от других слабаков, по крайней мере, человек переступил через свои вот эти слабости и идущие за ними глупости. Стас Валеев пишет. Юрий Андреевич, если будет возможность, сделайте короткую лекцию о трещинах на ступах. Основные причины лечения. Но я сделаю, но я вообще уже давно делал такое о грибках. Длинная лекция, старая. Я там как раз кожные проблемы рассматривал. Псориазы, нейродермиты, дерматиты и прочие проблемы кожные, которые идут, естественно, от грибковых поражений в первую очередь. Пишет Виктор Исаков. Под моим видео сало с мозгов свисало. Про одного белоруса, который там ратует за сало, за алкоголь, за все остальные прелести. Про цветок у него канал. Очень интересно и познавательно. Я вот только никак не могу понять, вероятно, тоже претензии. Природой не заложено нам так питаться. Это как я говорю, что вот мясом там и так. Как мы питаемся и нужно переходить на... Вот, кстати, то же самое, то, что есть сверху, отсутствие логики. Как мы питаемся и нужно переходить на пищу, созданную нам природой. То почему от природы, да, у любого вида животного, есть видовой тип питания, то почему тогда во всем другом мы пользуемся тем, что природой нам не предназначена? А потому что мы не дикие существа, которые живут в природе как олени и так далее. Человек так не жил никогда, но от этого человек не перестал являться существом биологическим. Не так ли? И биологические, биохимические, физиологические процессы в нас идут так же, как и в других животных. Вот почему я так заявляю. А дёшево умничать насчёт того, что вот дальше. Если вы уж говорите о природном, так во всём, так правильно. Давайте сразу откажемся от дома. А от дома не надо. Мы не дикий олень, который всегда исторически жил в природе или в джунглях. Это вот те, кто в джунглях живут, вот они и отказываются. Они, вернее, ещё не приняли блага. Такие ещё даже есть. Ну и живут. Вам же я не предлагаю, вы же уже так не живёте. Но вы также биологическое существо, поэтому не надо умничать. От горячей воды, электричества, огрызков девайсов, от многих них. Вот принимать то, что вредно, не надо. Отказываться от того, что облегчает человеку жизнь, но не вредит ему, не вредит. Пользоваться ими, благами. Так, чтобы эти блага не вредили нашей биологии, биохимии, физиологии и духовному развитию, нравственному и прочему, это можно. Так тогда, пожалуйста, люди жили в 16 веке, у них было много технических приспособлений и так далее, но они жили гармонично с природой. У них девайсов не было. У них были, конечно, девайсы, но другие. Так вот, те девайсы полезные, а эти нынешние безумно вредные. Как бы вы ни хорохорились, ни выпендривались, ни злились и претензии мне не предъявляли. От этого эти девайсы полезными или безвредными никак не станут, потому что это объективная реальность. Поэтому давайте откажемся, так сказать, от всех благ. Это дешёвка, это попытка оправдать свои глупости в нежелании разумно использовать и природные ресурсы, и девайсы, которые вовсе не нужны. Вот у меня, например, вот такой вот сотовый телефон. Я человек, как вы знаете, ну, старые мои зрители, по крайней мере, состоятельный и весьма, мог бы себе позволить каждый день менять смартфоны. Даже каждый день. Ну, я, у меня никогда в жизни их не будет. У меня есть кнопочный простой телефон, который обладает огромными плюсами, а удобства, о которых вы говорите, так и пишите для благ человека. Вы под благами что имеете в виду? Что тыкаться вам быстрее, да, я не спорю, быстрее. Быстрее с кем-то свяжетесь, там что-то передадите, какую-то текстовую информацию, фото и так далее. Да, быстрее, хотя у меня есть компьютер. И тоже передаёт быстро информацию. А, удобнее, потому что вы можете где-то на ходу тыкаться, уже не глядя на природу. Можете. На благо это вам пойдёт? Нет. Во вред. Теперь ещё один интересный человек. Каспис, по-английски, естественно. Все мои знакомые, которые живут в селе и работают на земле, выглядят просто ужасно. Они выглядят изношенными. Солнце, ветер, тяжёлая работа в огороде быстро делают из женщин-старух. Что же такому человеку ответить? Ну, посмотрите хотя бы хроники старые, тридцатых, сороковых, пятьдесятых, шестьдесятых годов, разных. Посмотрите, как выглядели люди. Они по-разному выглядели. Да, у русского народа, у многих народов были тяжёлые периоды, войны, горе, беды, голод. И, конечно же, в эти периоды люди быстрее могли постареть, хуже себя чувствовать. Сверхтяжёлый труд не украшает человека, это правда. А здоровый труд, естественный, на земле всегда только человека делает более здоровым, молодым украшает. Старение проходит гораздо дольше, и живут, жили раньше на селе люди дольше. Посмотрите, например, моё видео про Красногородские и Апочкинские районы Псковской области рядом с Пушкинскими горами, где я был, смотрел и показывал вам книгу, где местный краевед в конце приводил список по деревням соседних районов, где были старобрядцы. Они уж трудились, наверное, больше, чем ваши знакомые, а? Как вы думаете, те настоящие старобрядцы, как вы думаете? Вы же не будете с этим очевиднейшим фактом спорить, даже не глядя на них, просто по факту, по определению. А вы знаете, какая была средняя продолжительность жизни? 98-100 лет, то есть во много сотен раз больше, чем на Окинаве, который официально является центром долголетия. Каждый третий, каждый второй в некоторых деревнях человек жил более 100 лет. Как вам это? Посмотрите на этих двух бабушек, которым за 130 лет в горном селе Зарослы живёт заобитана на Мусаева. Ей 130 лет, но как прекрасны эти добрые, строгие руки, словно вырезанные из коры старого дерева. Руки, никогда не знающие покоя. А это тётушка Амина из хачмазского села Илыхче. Бывают глаза, выцветшие от времени. Из этих льётся чистый и спокойный свет. Они смеются над наивными, кто убеждён, что в 130 лет жизнь – тяжёлое бремя. Ну что, умники-выскочки? Что, позёры? Что, хитрецы? Хотите кого обмануть? Себя же обманываете? Плохо выглядят? А вы лучше проанализируйте, бухают ли они. Может, они хлеб с молоком только и едят, причём покупной из магазинов, они сами пекут выращенные на своём поле из ржаной муки, которую они, собственно, отмолотили сами, жали, до этого высаживали семена в землю и так далее. Наверное, не так это было, да? Ну так и не надо говорить про землю, как сейчас там живут на земле в наше время. Это просто, я не знаю, вот кем надо быть, чтобы не понимать. Иногда это хуже, чем в городе. Иногда. Так, ладно. Ну а теперь просто вершина, апофеоз, дури человеческой. Доминик Фонтана. Видите, как человек интересный? Причём, чем большую чушь пишет человек, причём более безапелляционный и так далее, тем более коряво, извращённо он себя называет. Я вообще, кстати, за то, чтобы ввести по паспортам, вот здесь я как раз в редком исключении соглашусь с некоторыми людьми, что вот здесь как раз я бы регистрацию в Ютубе, в соцсетях ввёл бы только по паспортам, чтобы люди отвечали за свои слова и чтобы, по крайней мере, было видно, с кем общаемся, откуда, из какого города, прям можно, естественно, нигде живёт, ни квартира, но просто вот хотя бы там Пётр Петрович Иванов из Казани, например, было бы вот так, это было бы справедливо. И так пишет Доминик Фонтана, по-русски, причём это написано, иммунитет не существует, поняли? Иммунитета не существует, это ложь медицины, есть неисправность и есть причина неисправности. Ну, вероятно, механик машин человек. У вашей точно машины плохой иммунитет, купите ей новые коврики. Это человек конченый, дебил, уже деградант высшей степени. Значит, ну что я на это скажу? Я даже, по-моему, что-то написал, сейчас зачитаю и разовью тему поподробнее. Я пишу. Да ну! Ничего не существует! А если можно самому увидеть, как макрофаг пожирает бактерию, попавшую в кровь, например, то что скажете на это? И так по всем иммунным клеткам. Лейкоциты, лимфоциты, макрофаги, различные иммунные клетки, это и есть наш иммунитет. Помимо прочих нюансов, там бактерии кишечные наши симбиотические, как защитная среда тоже. И что? Нет этого иммунитета? Нет иммунитета? Он пишет безапелляционно. Нет иммунитета. Я поражаюсь. Знаете, проблема в нулевой образованности. В нулевой. Это просто идёт такая деградация, причём, конечно, современное развитие общества, то, куда его толкают своими ЕГЭ, преступными этими законами различными, если тем более будет дистанционное образование, когда учитель сидит в малом исключении, только в основном так в носу ковыряется, а дети что-то говорят, что нет живого общения, когда нет вообще, а сейчас нет даже люди, ученикам не говорят обосновать свои мысли, что ребёнок из прочитанного произведения понял, какие морали вынес оттуда и так далее. И ещё говорят, какие-то сволочи про Сталина что-то, так сказать, там вот винтиков воспитывали. Да при Сталине, в школах, изучали науку логика в средних классах и старших. Это каких винтиков воспитывали? Это воспитывали человека думающего, а сейчас воспитывают под человека быдло и человека потребителя. Поэтому и вот такие индивидуумы нарождаются. Скоро не то будет. Ничего не существует. Это нигилизм в высшей степени. Такого представить себе Тургенев даже не мог. Ну, теперь вот такой я что-то сегодня прям зачитываю в основном претензии. Нет, я просто их просто копировал, в течение полутора месяцев папочку вносил, ну, решил вот почему-то их. Ну, накопилось. Я в основном таких людей, ну, самых кретинов баню сразу удаляю, но тем не менее, да, вот решил зачитать. Константин Костюк. Претензия такая. В наше экономически сложное время канал из популяризатора природного питания, которого всегда не хватает, превратился. Мой канал, значит, видимо, он имел в виду. Надо было так писать. Ваш канал. Практически полностью в рекламный ролик. Так всё-таки канал превратился? Или конкретно это видео? Я даже знаю, какое, где я называл каждый продукт, где у меня его можно приобрести для укрепления иммунитета, видимо. Собственные фармпродукции. Во-первых, у меня не фармпродукция. Это, может, у вас, а у меня нет. Она может быть неплохой, даже отличной. Ну, так и в чём претензии? Оказывается, вот в чём. Но она стоит денег. То есть, вероятно, я должен бесплатно всё отдавать. Ну, конечно, человек имел в виду, я понимаю, что больших денег. Надо так было написать. В отличие от того богатства, которым нас бесплатно в изобилии снабжает природа. И дальше слово. Позор. Это мне? Сначала прочту. Нет, позор вам, что вы не обладаете логикой и рассудком. Для вас это видео может... Вот для вас это видео я снимал. Может, очнётесь и извинитесь, хотя вряд ли. А видео называется «Всё понятно. Реклама». Вот такое моё видео, которое я снял специально для идиотов и для хамов, которые почему-то протестуют вместо благодарности мне за донесению до вас бесплатно. Очень ценные, важные информации, как устроен организм, как он функционирует, какие ошибки делают люди, почему при том или ином очищении, питании, диете у человека не получается достигнуть желаемых результатов. Я всё это разбираю не в одном, конечно, а во многих своих видео. Стараюсь сделать их короче, как вы хотите, интенсивнее давать информацию, потому что вы ленивы, у вас времени нет, надо тыкаться в телефонах и другими делами, очень важными, конечно, заниматься, важнее, чем своим здоровьем и так далее. И тут такие наглецы и хамы, просто подонки, какие-то имеют право моральные мне претензии делать. Вместо благодарности я просто поражаюсь. Конечно, я таких сразу баню. Можете писать и дальше, я вас буду также банить, но я вот решил зачитать, потому что уже давно я вам ответил кратко о том, что а почему-то я не имею продавать качественную, причем хорошую продукцию, и вы что, мне будете диктовать по какой цене? А вопрос ведь по-другому стоит. Либо эта продукция будет вот такая, какая она должна быть по качеству и, соответственно, по такой-то цене, либо ее просто не будет. Вот как вопрос стоит. Вообще не будет. И что, лучше может убрать, чтобы вы не злились, просто чтобы у меня не было этой продукции. Или вы ничего не покупаете в магазинах, может быть, а ведь там тоже реклама, везде реклама сейчас. Так почему вы не злитесь и им претензию не предъявляете, что они, ваши любимые блогеры, телеведущие, между передачками по телевидению реклама, реклама на баннерах, на растяжках, реклама в каких-то супермаркетах, так злитесь тогда. Злитесь, рвите все на куски в супермаркетах, бейте витрины, говорите, что орите им, что вы не имеете права делать рекламу или там все понятно, если вы рекламируете, значит, все это херня. Однако вы покупаете при этом одежду, вы двуличный идиот. Вы покупаете что-то, может быть, я предполагаю, в аптеках, может быть, и вы не все сами выращиваете, о чем вы говорите, природа нам все дала, горлопан. Вы что ли, пахарь, вы что ли выращиваете продукты питания и что? Да нет, вы просто горлопаните, претензии предъявляете. Вот сначала научитесь делать все самим, обходиться вообще без покупок и без магазинов и тогда предъявляйте хоть какие-то претензии. А пока вы это делать просто не имеете никакого морального права, абсолютно. Тем более человеку, который и производит, и продает продукты других своих коллег, партнеров, сверхвысококачественные, хорошие и только этому надо радоваться, любой разумный человек. А если вы не можете купить эти продукты, у вас не хватает денег. Я понимаю, это естественно, проблема существует такая у нас в стране и не только у нас в стране, во всем мире. Не все люди богаты и никогда в капиталистическом мире и в любом, тем более, ну в любом вообще не могут быть все богатые. А расслоение есть, так об этом кому говорите? Правительству претензии, президенту, а мне-то зачем предъявлять эти претензии? Я и так тружусь с утра до ночи и за свои годы жизни работы создал очень многое, причем все, что зарабатываю, вкладываю в землю как раз. Как раз в землю, чтобы оставить после себя пример, что и в наши дни, и тем более, имея возможность там финансовой, нужно не по заграницам шляться и жопу там парить на солнце, а нужно восстанавливать, возрождать то, что мы потеряли, профукали, хоть в какой-то степени, тем более богатым людям, вот это мое обращение. Так что вы мне и никто не может предъявить никакие претензии, абсолютно. Постыдитесь и извинитесь напишите за то, что вы написали. Поэтому позор не мне, а позор вам, идиоту. Лиля Блинникова пишет, Юрий Андреевич, здравствуйте, отвечаю вам. Ну, там много ошибок, видимо, не знаю, человек уже или живет долго за границей. Я, хвала Аллаху, вышла на ремиссию. Хорошо. Мне в октябре, мне в октябре сделали две операции за неделю, ну, онкологию, человек. Почему две? Потому что одну сделали неудачно, отрезали правую грудь, ужас. Через шесть дней открыл скоротечение. Экстренно делали вторую операцию. Дали мало наркоза, я проснулась в ходе операции. Третий наркоз, реанимация. В общем, сама не знаю, как вышло после такого. Потом был ад, три химии, в результате которых мне убили поджелудочную. Теперь мне еще надо следить за уровнем сахара в крови, ведь поджелудочная вырабатывает инсулин, а повышенный сахар в крови при онкологии очень плохо. Ну, совершенно верно, с моих лекций эта женщина это уяснила четко. В общем, я поняла, что такое лечение ни к чему хорошему не приведет. Отказалась от последующей химии и от трех курсов лучевой терапии, и это не всегда правильно. Еще раз, пересмотрите мою лекцию общие принципы лечения онкологии, поймите, что есть такие вот, например, грибные препараты, как санхлан и трометас, которые что делают? Они, во-первых, не дают при химиотерапии или лучевой убить иммунитет. Более того, они усиливают действие химиотерапии при этом и найдет результаты более эффективные. Посмотрите, в определенных случаях это делать нужно. Сижу на диване, пью соду, перекись водородов, пью противоопухолевые травы, ем противоопухолевые продукты, специи, стараюсь не нервничать, быть в хорошем настроении, хожу в мечеть, в настоящее время, хвала Аллаху, и благодаря вам я на ремиссии. Ну, то есть, женщина какие-то мои советы послушала, приняла, и я очень рад, что у нее ремиссия. Я вам очень благодарна, что в такой тяжелый момент вы помогли мне выжить. Юрий Андреевич, я, кстати, даже не помню, чем, ну, мало ли, так сказать, очень многое люди мне пишут подобное, очень многое. Юрий Андреевич, пишет еще один человек, не написал кто. Есть ли у вас советы по аденоме простаты? Может быть, по купированию симптомов? Да нет, есть вообще по лечению, абсолютному излечению. Скорее всего, излечение из-за ее компенсаторного характера, вряд ли возможно. Нет, скорее всего, возможно. У меня есть несколько видео на эту тему, и есть еще несколько инфопродуктов на эту тему. Ну, посмотрите, вот у меня на канале в Ютубе вы это найдете. По ссылочке про одному, последнюю мою лекцию обязательно дадим. Еще раз, дорогие друзья, вот если вы хотите что-то узнать, сначала см... А у нас тут кыс пришел. Это кыс. Ну-ка, иди сюда, сейчас покажем, какая у нас кыса хорошая. Посмотрите, какая кыса. И это Майнкун. Такой большой, хотя всего-то там пять с половиной месяцев, но она огромная. Зовут ее Чучо, она наглая. Иногда мешает мне работать, заходит, открывает дверь сама, но в основном здесь на стуле лежит и не мешает. В общем, игривая кошечка, которую мы кормим тоже нашими кормами. Ну, отвлекся. Так вот, не ленитесь, пожалуйста, делать следующим образом. Вот хотите какую-то тему изучить, вам надо выпадение волос, там, седина, или там зубы, состояние зубов, как лечить эти проблемы, там, и, например, там, поджелудочная железа, там, по воде лекции мои, просто набирайте в Ютубе фролов, пробел, а дальше ту проблему, которую вы хотите изучить, там, например, кровеносная система или густая, жидкая, вязкая кровь, гипертония, у меня, кстати, очень важная, особенно часть вторая лекция, или, наоборот, у вас пониженное давление, тогда гипотония, или пониженное давление набирайте, и всё. Ну, в общем, всё в таком роде, понятно, да? Ну, и давайте, наверное, напоследок я зачитаю какое-нибудь видео под отзывами у нас на нашем сайте надгар.ру. Тогда давайте, вот прям самое последнее, просто вот от 18-го числа пришло, оно вчера, что ли? Спасибо большое Юрию Андреевичу за качественные, вкусные продукты. Сегодня получила посылку. Новый продукт Нори просто супер. Лист плотный, упругий, выгодным образом отличается от аналогов. Шоколад просто искушение, шампунем очень довольны, вкусный запах, хорошо мылится, экономичный расход, несмотря на негустую концентрацию. Волосы долго не загрязняются. Может, не подойти для окрашенных волос, но это, видимо, вопрос. Продолжаем дегустировать фукус, пока лидирует по вкусу фукус с черносливом. Майонез и раньше пробовали, наш, сраинный майонез. Будет он обязательной составляющей наших будущих заказов. Еще приобрела эко-зубную щетку, пока не пробовала, но уже предвкушаю, как буду использовать со сделанной по вашему рецепту зубной пастой. Я в своей лекции про зубы давал эту рекомендацию про зубную пасту, как ее можно делать своими руками дома. Но, впрочем, у меня же есть прекрасные индийские пасты, которые маленькой одной фирмы, семейные сделаны, прям испугало, без всякой химии, без триклозана, без лаурилсульфата. Пользуйтесь, пожалуйста, этой зубной нашей пастой. Может быть, проще и кому-то не самому сделать, а именно купить. Кстати, если вы хотите быть объективными, заметьте такую вещь. Я в своих лекциях говорю о том, как вы сами можете что-то сделать, например, купить какие-то травы и из этих трав сделать напар, настойку, или такие-то средства, или вот это купить там-то и там-то. И в частности, про зубную пасту. Я отдавал ингредиенты, как самим можно сделать, прям пошагово. Ну и у нас есть своя паста. Дело-то выбора вашего, правда? Вы можете у нас купить готовые, у кого-то нет времени, у кого-то, как у этого говоруна, нет времени заниматься выращиванием своих продуктов, но люди тоже жить хотят. И хотят кто-то из этих людей, но часть разумных людей есть продукты качественные, органические, хотя бы без химии, а желательно с высоким содержанием микро-макроэлементов и других нутриентов ценных, которые в этих продуктах могут находиться, а могут нет. В наших максимальный состав. Они хотят, покупают у нас. Не хотят, где угодно. И еще ко мне какие-то претензии, вы представляете? Ну и дочитываю. Спасибо огромное процветание вам, вашей семье и вашему делу. Благодарю, от души благодарю и вам всего самого хорошего. И ведь с хорошими, порядочными, нормальными, интеллигентными людьми я тоже всегда обращаюсь, общаюсь очень хорошо, уважительно и все поясняю по многу раз даже иногда. Но когда люди начинают хамить, умничать нагло, судить, как шариков обо всем и уверенно и безапелляционно и еще этим самым, мол, указывать мне как бы якобы, как им кажется, на мое место и что, мол, вот, они истину изрекли, причем изрекли чушь при этом, то я, конечно, не могу оставаться равнодушным, но вот у меня такой характер у вас свой, вы бы это сделали, остановились бы, ничего бы не ответили, а я не могу так. Я обязательно, хотя бы для урока, другим людям, кто еще на этот путь мракобесия, идиотизма не встал, смогу хотя бы им объяснить вот путем каких-то примитивных совершенно умозаключений, потому что там на примитив можно так же примитивно только и объяснить, соответственно, они, может быть, кто-то и поймет. Значит, я сделаю хорошее дело, и хоть еще один человек не скатится вот в этот идиотизм, куда сейчас все общество скатывается, и больше того, скажу, даже падает в пропасть. Ну вот, пожалуй, и все. Следующий выпуск своих ответов на вопросы я сделаю в большей степени ответы на вопросы по здоровью. Сейчас я планирую свои видео на новые темы делать как минимум 3-4 раза в неделю, ну, через день, грубо говоря. Я очень хочу, чтобы вы помогли мне распространять мои видео, сделать обоюдное дело, по крайней мере, в знак своей благодарности мне, а для меня это будет стимулом для выпуска новых интересных видео на новые темы. Ведь я трачу свое время, оно у меня не дешевое. Я отнимаю свое время от своей семьи, от бизнеса, в конце концов. Да, мои видео это и бизнес в том числе, потому что люди из них узнают о моих продуктах, товарах, но тем не менее я мог бы совершенно по-другому говорить. Я мог бы никого таким вот образом не задевать, если я и моей целью была бы только заработок, то есть, что, мол, я бы был предельно корректен всегда и даже если хотел бы что-то грубое сказать, не сказал бы, чтобы у меня, ну, люди больше бы покупали отношения. А для меня ведь главная справедливость всегда, и поэтому я иногда вы просто вот не знаете, посылаю так некоторых умников. Вот у меня вчера там была позавчера тут с одним такая переписка схитрить хотел, подло совершить такую нехорошую вещь, и, естественно, я его куда подальше послал, и ни оптом, ни в розницу этот человек меня больше не купит, занес в черный список. Как и заношу в черные списки иногда некоторых даже клиентов, когда они переступают, ну, скажем, законы человеческого общения, простого, нормального, чести, справедливости и так далее. Ну, пожалуй, об этом все. Я единственное, что попрошу еще вас сделать репосты моим видео, пусть каким-то тематическим, по отдельным темам, да, важным очень. Например, вот у многих сейчас целлюлит есть, но я же указал, сделал видео, как его реально излечить, если вот прямо принять эту методику, или как снизить жир, массу тела, бока, живот, если вы не будете лениться и просмотрите это видео, выпишите, а, кстати, я советую мои видео конспектировать, и тогда, выполняя эти условия, вы добьетесь обязательно результата, обязательно. И еще хочу сказать, что у меня есть второй канал «Жизнь на земле», и этот канал в скором времени мы будем развивать. У меня, вот ко мне в Пушкинские горы приезжает на постоянную работу профессиональный кинорежиссер, ну и я надеюсь, что видео будут более интересные, качественные, такие захватывающие, такие смотрибельные, как говорят профессионалы, киношники. Ну и, конечно, будем их чаще снимать, я полагаю, что два-три раза в неделю будут тоже выходить на моем втором канале, будем его активно развивать, так что займемся и этим. А ведь там, понимаете, каждый из вас кто-то что-то строит, отделывает квартиры, себе сам, нанимает кого-то, дачные домики, участки, я не знаю, дом строит, может быть, себе, или уже построил, хочет сделать отделку, хорошее оборудование поставить, котельный там и так далее. Так вот, мои видео помогут вам не совершать ошибок, которые я в свое время совершал. 23 года у меня каждый день подряд идут стройки, отделки, и в этой теме мало кто знает больше меня. Ну и тут находятся умники. Под последним моим видео, там какая, семнадцатая, что ли, часть, мега стройка у Фролова в Пушкинских горах, один написал, видя на утеплитель, конопляный, натуральный, что мы не делаем пароизоляцию. И он аж прям выпендрился, написал, я там профессиональный, ну потом в переписке строитель, так нельзя делать и так далее. Ну вот я в своем новом видео, 18 части, объясню, почему он был неправ, и почему же люди, часто, всякие профессионалы, строители смотрят во все эти брошюры, учебные пособия, учатся, ну как нужно делать то или иное и правильно делают, что учатся. Но только дальше того, что им говорят, не смотрят и не задумываются, а почему так можно, а так нельзя. И во всех ли случаях можно так, а так нельзя. Так вот я прекрасным образом поясню, почему в нашем случае это было правильно, почему мы делали без пароизоляции внутри помещений жилых, и почему, когда, при каких обстоятельствах эту пароизоляцию делать все-таки стоит. Ну на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям, только им крепкого здоровья, здравомыслия, благополучия. Увидимся в новых видео. До новых встреч. Всего хорошего. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До свидания.